Доброе утро дорогие друзья! В Югре подвели первые итоги навигации 2017 года. И сегодня поговорить об этом мы пригласили в нашу студию директора по пассажирским перевозкам Северич флота Марину Камынину. Марина Викторовна, доброе утро! Доброе утро! Если кратко, то какие результаты летней навигации? На данный момент, потому что она же еще не завершена. Нет, навигация не завершена. На данный момент мы перевезли более 300 тысяч пассажиров. По сравнению с прошлым годом на 40 тысяч пассажиров больше. Навигация, как правило, в Ханты-Мансийском округе продолжается до 20 октября. На некоторых маршрутах, как Кандинский район или Цингалинский маршрут, до 1 ноября. Так, хорошо. В навигации этого сезона было достаточно много нововведений. Давайте начнем с того, что появилась такая услуга, как онлайн-продажа билетов. Насколько она пользовалась популярностью и пользуется? Эта услуга была очень востребована. К нам было очень много обращений. Да, мы и сами понимали, нужно идти в ногу со временем. Давно уже нужно было изыскать возможности и ввести. Тем не менее, значит, у нас уже два года как есть продажа билетов на паромы. Это уже было раньше организовано. А в этом году теперь на все пассажирские маршруты могут пассажиры покупать на сайте спирт. Заранее, заболевременно. Не приезжая в кассы. За 45 дней. Это было в начале навигации. Так как сейчас подходит уже к концу некоторые маршруты. Поэтому глубина продаж снижена до 50 дней по некоторым маршрутам. Но этого достаточно. И активно жители округа начали пользоваться данной услугой. Но пока еще не велик процент. Порядка 10-15% покупают билеты онлайн. Но тем не менее, мы все учимся. К новому всегда надо привыкать. Да, и приучать. В парке судов появилось новое судно. Какое? Судно на воздушной подушке. Это называется борт номер 501. Пока он цифровой, пока не именной. А кто, кстати, придумывает название судам? Нептун. Это фирма, вообще разработчик. Вообще это Нептун. Марина Викторовна, а кто придумывает название судам? Все собираются или директорат компании, или принимаете, может быть, предложение от наших зрителей в том числе? Да, можно и в том числе от зрителей, да. С постройки дается номер цифровой. Это понятно. А как они становятся? Решительный, быстрый, там еще как-то? Ну вот смотрите, показательно. ЕНАО покупили два теплохода проекта А-145, это три года назад. И они их назвали в честь газовиков Рэм Вяхерев и Виктор Черномырдин. Это собственник. Именные. Да. Такую инициативу проявил, зарегистрировал. И вот теперь такие теплоходы. Так, ладно. Ну значит, если что-то у кого-то фантазия вдруг всплеск будет, можно обратиться в компанию. Хорошо. Значит, следующий вопрос. На каком направлении это судно работало? И вообще, что воздушная подушка дает? Она, это судно может причаливать, приставать к берегу без платформы какой-то, да? Да. Эти суда работали на маршрутах Кышек и Пырьях. Самая главная особенность, что там нет судоходной обстановки. То есть определенный участок пути, там отсутствуют знаки, потому как там настолько мелко в июле вообще пересыхать, особенно в Пырьях, что даже лодки не могут ходить. Не могут люди ни на чем добраться. А вот сюда на воздушной подушке для Ханты-Мансийского района незаменимы, особенно на этих двух маршрутах. А сейчас, когда межсезонье начнется, то это можно практически везде их отправлять, пока не будет зимников. Они очень востребованы. Вот там работали два теплохода югорских, но уже один пришел в техническую негодность, срок службы выработан, его списали, и приобретено было судно, вот это Нептун. И в чем его особенность? Скорость выше, чем у предыдущего. То есть сокращается время прибытия. Да, хоть на 15-20 минут, но для жителей это актуально. Люди едут все по делам и едут обратно домой. Ну и пока новое есть новое, новое это более надежно, чем старое. Поэтому мы рады и жители очень довольны этим судном. Есть пожелание, чтобы оно было пошире, побольше пассажироместимости. Но это уже к производителям. Но это еще не точка. Правительство Ханты-Мансийского округа намерено объявить конкурс, и мы ждем, что он будет объявлен в этом году на приобретение еще нескольких штук. Но реально мы надеемся, что в следующем году еще двумя судами пополнится парк судов на воздушной подушке. Из нововведения еще и два маршрута в Октябрьском районе. Расскажите о них. Какие они и довольны ли пассажиры? Да, два маршрута в этом году стал обслуживать Север-Речь-Флот. Раньше был другой перевозчик. Ну вот так получилось, что эту нишу заняли мы. Маршрут Приобье-Октябрьское. Это связывает крупный населенный пункт Приобье и центр Октябрьского района, поселок Октябрьское, Теплоход-Заря. Там мы ничего не изменили. Как работал Теплоход-Заря, так и работает. Ну, другой перевозчик. Ну, это тип судов известен. А вот маршрут Приобье-Перегребное, там работал Теплоход-Ракета. Мы поставили более комфортабельный Теплоход-Восход-Ветер. Пассажироместимость увеличилась. 67 у нас сейчас пассажироместимость. Ну, скоростно-логично, но так как судно более комфортабельное, удобное, для пассажиров лучше на нем ехать. Поэтому именно этим Теплоходам люди рады. Этому Теплоходу. И еще вы сказали, что где-то появилась стенка, которую сюда могут приставить. По-моему, там же в Октябрьском. Это где? Там же в Октябрьском, да? Это ПГТ Приобье. ПГТ Приобье. То есть не надо подниматься по трапу, мучиться, особенно если у человека с собой багаж. А если человек чуть старше, да? То есть стало гораздо все удобнее. А багаж там у всех, потому как эта станция узловая. Это получается же единственное средство передвижения? Да, там ЖД, там прибывает поезд, да, из Москвы, из Екатеринбурга. И люди с багажом отправляются в сторону Березовского района, Белоярского района. Пересадка идет. Ну, кто куда. Марина Викторовна, мы желаем, пока эта навигация продолжается, 7 футов под Килим, как традиционно, да, желают тем, кто ходит по водным просторам. И хотели бы пригласить телезрителей для участия в конкурсе. Вы ведь объявили конкурс на вашем сайте «История развития флота Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Ямала». Так что, дорогие друзья, не забывайте, что такие профессии нужны. Большое спасибо и хорошего дня. Доброго утра.